ребят привет у нас сегодня такое спонтанное видео будет мы тестируем новый микрофон и это вообще не реклама диджай миг мне кажется что звук суперский ну у меня оператор немножко запаздывает иди иди туда я хоть в кадр попадая вот оператор нужен новый вот микрофон уже новый есть короче сейчас будем смотреть я вообще не думала что мы будем снимать вот что же не скажет той будем я у него сейчас прошу какие мы упражнения будем снимать то и будем а звук оцените сами напишите в комментариях потому что прошлый микрофон сломался проходите уважаемый оператор только не споткнитесь прошлый микрофон сломался вот там был отвратный звук там если отъезжаешь от оператора где-то там не знаю метров на 50 то все попадает нафиг вот этот ну по крайней мере по тому что я тестировала он очень крутой мне показалось сейчас посмотрим как он будет работать и тем более это классно потому что тот каток который в вегасе если вы его помните там фонтан и очень дико шумит я что-то начинаю бояться за оператора что нас у нас очень неуклюжий вот этот фонтан грёбаный не давал нам нормально снять пришлось снимать пришлось там лужа аккуратно сейчас наступишь короче идем в раздевалку сейчас переодеваемся и вот у нас оператор тут главный в нашей команде вот что он скажет снимать то и будем снимать я вообще спрошу а обратный циркуль обратный циркуль да да мы сегодня тогда я не знаю как меня слышно вот как раз проверить микрофон на нем висит а я говорю на удалении ну да прикол проверяем на мне если что не будет слышно то я тогда наложу голос озвереем значит мы делаем обратный циркуль и все упражнения которые с ним связаны и что самое главное это все это те упражнения которые помогут при освоении акселя то есть они нам будут нужны для заезда на аксель ну да мы начнем я думаю с восьмерок будем делать круги назад наружу нам в первую очередь нужно проработать наружнее ребро на ход назад жизнь понял да давай начинай у меня есть уже такое видео на ю тубе короткое где делаю это упражнение здесь очень важно положить спину прямо на круг с тем чтобы максимально веса перенести на наружнее ребро это более ранняя запись более близкого ракурса и так давайте разберем ошибки здесь вы видите что он едет практически на двух ребрах почему так получается ну во первых у него не развернуто бедро то есть колено смотрят против хода движения это ошибка номер один вторая ошибка смотрите на толчок он не ставит толчковую ногу перпендикулярно и не нажимает на нее перед тем как толкнуться поэтому толчок получается слабый нет времени чтобы положить спину на круг и вот сейчас я ему сказала чтобы он приседал на опорную начал немножко приседать очень важно когда вы делаете обратный циркуль надавить на опорную ногу женя корпус держи корпус клади как будто бы ты на постельку ложишься когда вы делаете круг назад наружу очень важно плечи полностью увести в круг почему потому что мы не должны вываливаться из круга вот уже не типичная ошибка который всегда делает и на кросс роллах и на вот таких упражнениях он как бы как я называю складывается складочку вот так вот он делает это все так делают не только же не вот и выносит себя из круга то есть сгибая корпус из круга мы вес вес переносим соответственно у нас наше ребро которое мы стараемся сделать она встает и в лучшем случае уходит на два ребра почему это важно для акселя вы знаете наверное что самый крутой заход на аксель считается заход с кораблика почему потому что там самые глубокие ребра это раз во вторых потому что кораблики мы держим вот это вот ребро сзади да мы едем на кораблике и это ребро остается там где оно должно быть и все это только обеспечивается хорошими глубокими ребрами наружными на ход назад поэтому это упражнение очень поможет нам в освоении акселя вот прям гарантирую и так ваши задачи сейчас все тело весь корпус положить в круг как можно глубже раз развернулись и лопаточкой тянем 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 туда еще обратите внимание что мы обязательно должны открывать бедро то есть вот это колено у нас развернуто по ходу движения это правильно многие часто делают вот так это неправильно потому что мы опять же вес выносим из круга нам нужно раскрыть максимально максимально раскрыть таз ладно все понятно делаем и так все режимируем до лопатку вот этой руки тянем назад от себя лопатка лопатка лопаткой бедро открываем и вот таким образом тянемся едем целый круг мы делаем в две стороны но вы можете допустим отрабатывать только в одну сторону в которую вы делаете циркуль и кладем 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 корпус стоп и вот теперь он идет на циркуль соответственно сначала мы должны полностью поражить круг а потом а потом пытаться дело еще раз а потом пытаться уже заднюю ногу зацентровать давайте посмотрим поэтапно как он это делает переворачиваемся идем до упора пока корпус не упрется мы поворачиваем его и только потом вот эту ногу мы ее волочим сзади 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 и когда уже вывели максимально мы ее центруем при этом при всем при этом при всем нужно максимально сесть на опорную ногу та которая у вас скользит дело еще же для того чтобы вгрызаться в лед потому что нагрузка здесь на наружные ребра очень серьезная да вы чувствуете как они чем дальше вы отводить и ногу вокруг которой вы крутитесь тем у вас глубже будет ребро соответственно чем глубже будет ребро тем сильнее на него надо давить а для этого нужно ногу сгибать то есть здесь вот задача надави надави надави.. мы давно это не делали вот сейчас он решил это снять я потом вставлю более ранее видео где он доделает хорошо сначала до упора доводим корпус другое упражнение на то же самое здесь мы пытаемся как раз научиться класть спины свободная нога как быть тянет против клади клади спину клади 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 дорогие друзья в следующую субботу 10 февраля у нас на этом катке каток у никольского храма это метро микинина в 10 часов утра пройдет бесплатный урок тема урока это реберность дуги то есть самое начало уровень участвующих начинающие и все остальные то здесь нет разграничения это просто повышение мастерства скольжения я хочу сделать группу из 10 человек для того чтобы не создавать огромную толпу поэтому отберу из тех кто напишет первым вот просто спешите написать всех первых я запишу и напишу обратную связь и наверное мы с вами создадим какую-то группу отдельно потому что могут возникнуть неожиданные погодные условия вот сегодня мы сегодня катались идет снег а вот если будет дождь то уже придется отменять или какие-то форс-мажорные обстоятельства что еще хотелось сказать преференцию конечно будут иметь спонсоры то есть их я приглашу в первую очередь а потом уже на оставшиеся места буду приглашать всех остальных если вам не удастся попасть не волнуйтесь это не последний бесплатный мастер-класс поэтому будем проводить еще и в другое время будем проводить мастер-классы на другую тему так что не переживайте я думаю что успеют смогут попасть почти все ну зависимости от погоды в зависимости от многих обстоятельств я конечно не могу обещать сколько и конкретно будет этой зимой вот но постараюсь чтобы попало как можно больше людей еще по условиям мы решили сделать преференции для спонсоров то есть преференции будут такие но во-первых они имеют приоритетность в выборе во-вторых они могут сходить на два мастер-класса разных а все остальные могут попасть только на один напоминаю если вы хотите стать спонсором такой тонкий намек на толстые обстоятельства то внизу в описании вы увидите все контакты и реквизиты что еще я планирую серию мастер-классов на разные темы да я буду всегда объявлять какой-то уровень то есть если будет уровень не для не для начинающих я буду это очень четко проговаривать чтобы пришли только те кто смогут действительно получить пользу от этого урока что еще надеюсь что погодные условия нам позволят и все-таки все состоится вот так что спешите записаться все до новых встреч пока